Мальчишечки и девочки Но в данном случае у нас немного необычный флешбек, а наверное флешбек, который исправит какой-то мой косяк Не так давно я снимал выпуск на новый продукт от компании Danger, это Malaysian Tobacco У ребят уже есть чайная линейка Malaysian Mix, это то с чего они начинали И сейчас у них появился табак, акцизный, очень дешевый табак, то есть Malaysian Tobacco И они мне прислали целый огромный бокс, подарочный такой И я его вроде как бы обозревал, но упустил самое главное А самое главное я упустил, что нихуя не рассказал про чти про табак Я был так сильно увлечен этим боксом, как он красивый, что в нем внутри, что просто-напросто забыл про сам продукт Поэтому если вам интересно как выглядел бокс, то шпунькой вот сюда в уголочек, там этот выпуск, а потом возвращайся обратно И сейчас мы поговорим про сам продукт У меня было достаточно просто времени, чтобы его прокурить, распробовать И возможно в многих местах я поменял свое мнение о данном продукте, нежели когда я снимал первый выпуск про Malaysian Tobacco Так вот, давайте просто начнем с чистого листа, и я вам расскажу сейчас по полочкам все-все-все, что из себя представляет данный продукт Знакомьтесь, это Malaysian Tobacco от компании Danger Team От тех ребят, которые сделали Malaysian Mix самой охуевшей пачкой на российском рынке Да, это обычный пакет, зиповский, но он такой охуенен в плане дизайна И когда у них появился микс, я понял, что это чайный лист, я очень огорчился тем, что Блядь, ребята, у вас такой дизайн, блядь, заебеньте, вы уже нормальный табак Кому нахуй нужен этот чай И в коем-то веке, как-то где-то, ребята меня услышали и появился Malaysian Tobacco Я его прокуриваю и понимаю, что аромки остались от чая Но это уже табачный лист, и он обладает естественной крепостью и естественным органическим привкусом самого табачного листа Что делает этот продукт немного интереснее Но есть ряд определенных минусов, которые мне не очень нравятся в данном продукте Но они субъективные Если говорить же про объективность, то я начну вам сейчас немного рассказывать Так, что касается цены Продукт относительно очень дешевый То есть за то качество, которое вам дает Malaysian Tobacco Эта цена вполне приемлема И ее можно считать просто неебически сладенькой, писечкой Но крепость здесь немного играет, скорее всего, негативную сторону Да, это субъективно тем, что для меня продукт легковат Для кого-то он будет идеально Вот здесь и начинается субъективно Здесь сложно уловить какую-то объективную линию И сказать, что табак средний, очень крутой Здесь можно лишь только сказать, что табак реально крутой Интересной, с хорошей палитрой вкусов Но Вот кому Полегче, будет заебись Те, кто любят покрепче Будет, ну, такое себе Но если отбросить все эти нюансы И Просто взглянуть на продукт, то ты понимаешь, что Довольно-таки круто А из плюсов, которые я выделил Это наличие капсулы холода Которая просто тебя спасает в многих моментах Допустим, я немного хитрю То есть я не всегда капсулу холода добавляю во все вкусы Но эту капсулу холода я сохраняю И в дальнейшем, когда я хочу покурить какой-то другой бренд С другим вкусом Я просто выливаю туда эту капсулу холода И получается просто заебись Что касается жаростойкости продукта Несмотря на то, что он очень дешевый То у него идет Бленд, купаж Это Вирджиния и Берли Как я понимаю, здесь Берли Не такую прям большую роль играет Чтобы было ебать, крепко ебать Берлище Но он придает именно вот эту Нотку табачного листа Чтоб вы уже не сказали, что, блядь, Денджер наебал Всех так же мешает, блядь, свой чай Просто называет это табаком А рынок на самом деле очень глупый И эту хуйню никогда не зашарит А жаростойкость заебись То есть вы сколько с вами уже пиздим И сколько он стоял до этого на четырех углях То здесь очень сложно достичь такого мастерства Как сжечь данный продукт А по курению вы, в принципе, не сильно будете мучиться В плане того, что он бьет по горлу Он горчит, он перегревается И он просто встает комом в горле Потому что это довольно-таки легкий продукт И такие моменты здесь бывают очень крайне редко Единственное, что может быть, это перенасыщенность самой ароматики Которая будет скапливаться у вас, грубо говоря, на рецепторах На горле И вы очень долгое продолжительное время будете чувствовать этот аромат кальяна Который вы покурили Это говорит о том, что жар ему не страшен Что касается прогрева То здесь нужно быть немного терпеливым Потому что если он жаростойкий Значит, он любит жар и греть его нужно дольше Что очень странно для легкого табака Но я это примерно объясняю тем, что в табак очень влажный И ему нужно, чтобы нормально немного выпариться И достичь уже той самой кондиции Когда он готов к раскуриванию Нужно немного подождать Но результат будет очень хороший Из каких-то определенных минусов То аромка яркая, хорошая Но она падает в каких-то моментах То есть примерно прокурил ты 30-35 минут То в зависимости от того, как ты курил И как ты относился к кальяну То аромка может упасть просто в ноль А может упасть всего лишь на процентов 40 Но это все равно очень заметно И это очень резко По удобству работы с табаком Есть маленькие минусы Но они касаемы только пачки Я не знаю, есть ли у ребят какой-то формат хореки Где есть 200-граммовые, 100-граммовые пачки Не уточнял, не знаю А может и появились То есть это нужно уточнять у ребят из Денджера Далее Такой момент, как именно сама консистенция табачного листа Она здесь очень влажная И табак немного пластилин Когда ты его укладываешь Но его чуть-чуть разрыхлить И будет все окей Также это касается текучести данного табака То есть если ты забил его в классическую пятидырую чашку И просто тупо дал ему пять минут постоять без угля, без ничего То большая часть сиропа просто начинает вытекать И марать тебе всю хату Почему я говорю хату? Потому что никто сейчас кальянных не курит Все курят на хате Также есть еще один минус Но он здесь скорее всего касается перенасыщенности аромки В некоторых вкусах чувствуется жесткая-жесткая химка Допустим, вот я сейчас прокуриваю вкус под названием Power Это какой-то типа энергетического напитка Типа а-ля Purple какая-то газировка с привкусом винограда То здесь очень чувствуется именно какой-то вот такой вот хороший-хороший напор химозы Я это могу спирать на специфику вкуса Потому что газировка, что Red Bull, что энергетики, они очень специфичные Но я заметил это еще в нескольких вкусах, когда прокуривал Поэтому здесь есть свой такой жирненький минус Да, это то, что некоторые аромки отдают химозы Но при этом почти все вкусы малайзиан табака Они как бы достойны тех денег, которые за них просит, грубо говоря, ваш продавец в вашем городе Из особенных таких прям вот плюсов, которые мне очень понравились Я сейчас попробую их перечислить Первое, это наличие капсулы холода Второе, это его цена Третье, жаростойкость Четвертое, ароматика Яркая, насыщенная Что когда ты забиваешь, ты просто чувствуешь Как во всей квартире начинает пахнуть тем вкусом, который ты забиваешь И за это можно поставить просто жирный плюс Потому что это очень приятно Из жирных таких минусов Это некоторые вкусы химозит При неправильном таком курении, да, довольно-таки странным, прерывистым То у вас может отвалиться просто-напросто вкус Еще один минус Отсутствие хареки 50-граммовыми пачками не очень круто в кальяной Поэтому если денджер смотрите, слышите То вам нужно срочно с этим продуктом делать хареку Потому что по моему личному мнению Я бы такое курил С фрегатиком Но курил бы Еще жирный минус самой субстанции Ты когда привыкаешь работать с более сухим табаком Это у тебя вырабатывается на автомате И когда ты начинаешь работать с малайзиан табаком То тут-то немного происходит маленькая заминочка За то, что он пластилинится И он очень обильно подтекает Как твоя сука Когда ты трясешь своим болтом перед ней Так вот Но все же при цене-качестве Эти минусы, которые есть Они не очень сильно должны отпугивать Кто еще не пробовал, то обязательно попробуйте Потому что я думаю, никто из вас не разорится Купив одну пачку денджер табака Ой, малайзиан табака И понять, чем, нежели, допустим, меня слушать Поэтому этот дава дым Пожалуйста, кто уже прокурил Напишите свое мнение в комментариях Всех целую Всех люблю Не болейте Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok